Всем привет, меня зовут Паша, вы смотрите Geek Sputnik TV. Сзади меня Лас-Вегас, а это значит, что мы наконец-то добрались на CS 2013. В Лас-Вегас мы приехали два дня назад, и за эти два дня мы успели побывать на разных пресс-конференциях разных больших компаний, как Samsung, Ford, Sony, где они нам рассказывали, что нам можно ожидать на самой выставке, которая открывается завтра. Из того, что мы увидели на этих пресс-конференциях, можно ожидать, что мы увидим очень много новых телевизоров. Эти телевизоры называются Ultra HD, у них разрешение в 4 раза выше, чем HD-телевизоры, которые сегодня у нас стоят дома. Они также показывали эти телевизоры в размерах 65 дюймов, то есть достаточно большие экраны, они, конечно, были очень тонкие. А также мы видели новые телефоны, новые камеры от Canon и Nikon. И также самое интересное, наверное, то, что мне больше всего понравилось, это мы увидели новый API от компании Ford, который теперь позволит обычным разработчикам разрабатывать приложения для машин. И чем это очень интересно, это то, что теперь для любого рынка, включая для русского рынка, местные разработчики смогут разрабатывать специальные приложения, которые будут работать на русском языке, и специальные, сделанные для вашего рынка, в котором вы живете, а не так, как эти машины приезжали к вам, и на них не работали много из приложений, на которых уже на них были приустановлены. И это все показало нам Ford и их новый AppLink API. Сухи хотят, что мы также можем увидеть хотя бы две компании, которые покажут нам машины, которые, кроме того, что они могут сами парковаться и искать парковку, но также они могут сами ездить. Это уже не только Google, который, все-таки, я думаю, никогда бы не выпустил эти модели. И здесь у нас есть надежда, что когда-нибудь мы это все-таки увидим на дорогах. Также мы увидели очень много Home Automation. Это те гаджеты, которые помогут вам автоматизировать ваш дом. Ну и, конечно, огромную кучу всяких i-насадок, i-колонок, i-то, i-сё. То есть было всего очень много, и все это будет, конечно, показывать нам на CES. Я, конечно, хочу поблагодарить вас всех, кто помог нам сюда приехать. И особенное спасибо нашему спонсору iCool.ru, где вы сможете купить очень многие из гаджетов, которые вы увидите на выставке CES. Также хочу сказать спасибо нашему медиапартнеру. Как вы, наверное, видели, Вегас достаточно сумасшедший город. Но я, опять же, вернусь к тому, что я хочу поблагодарить нашего медиапартнера iCool.ru, где вы можете увидеть очень многие и качественные обзоры многих гаджетов, и, конечно, тех гаджетов, которые вы увидите здесь на CES. Так что заходите на розетки.ру и смотрите, у них очень классные обзоры. Ну, а теперь я вам немножко хочу рассказать о том, как мы будем выпускать отсюда эпизоды. Большинство эпизодов вы увидите, когда мы уже приедем к CES и мы начнем это все монтировать. Но для тех, кто хочет увидеть самые последние новости, которые происходят прямо сейчас, не забудьте подписаться на наш Twitter-аккаунт. У нас вот здесь вот будет ссылка, и, конечно, ссылка будет у нас под видео. Я также специально по вашим просьбам открыл Инстаграму, так что подписывайтесь на Инстаграм, я туда буду выпускать, ставить разные фотографии. И самое интересное, скорее всего, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Мы будем выпускать, как говорится, на английском сырые эпизоды, то есть сыро, то, что мы будем снимать на видео, и на iPhone, и сразу это аплоудить в интернет. То есть это не будет монтироваться, это будут разные интересные, веселые моменты, которые нам бы хотелось с вами поделиться, так что обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы это все не пропустить. Ну и, конечно, мы будем это все ставить на все остальные социальные сети, но большинство контента будет выходить все-таки на YouTube и на Twitter, так что если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Так что оставайтесь с нами на этом канале, подписывайтесь на GeekSputnik.tv. У нас теперь также вот здесь вот вы увидите, есть хэштег для YouTube, это GSTVCS2013. Не пропустите, подписывайтесь, всем пока, и увидимся на CS. А для тех, кто спрашивает, Оксана не моя жена.